Снова в апреле, как и два года назад, собрались молодые специалисты, студенты, аспиранты с разных городов России, с Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, с МИАСа, Челябинской области, с Мурманской области, с Апатитов, чтобы получить важные теоретические знания о том, как изучать озера, так и практические, что, собственно говоря, мы сейчас и делаем. В организации школы нам оказала существенную поддержку проектный офис развития Арктики. И провести такое мероприятие довольно сложно с точки зрения того, что транспорт, расходы, связанные с проживанием, питанием, это существенная статья расходов, плюс различные раздаточные материалы для участников. В общем, на это все как раз, ну, отчасти на это все пошли средства, которые нам выделил проектный офис развития Арктики. Сейчас для того, чтобы отобрать пробы воды, донных отложений, вот мы хотим продемонстрировать этот процесс, нам нужно, собственно говоря, выпилить лунки во льду, потом сделать полыньи, потому что не все приборы входят в лунку, ну и все, собственно говоря, убираем ненужный лед и дальше запускаем наши приборы под воду, отбираем, пробуем. Сейчас будем отбирать пробы воды для анализа химического состава. Самое главное промаркировать, то есть дата, название водоема, глубина гора. В этом часто ошибка, да, молодых химинологов, что они не нумеруют? А с маркировкой не только у молодых ошибка, к сожалению. Да, ну вот бутылочки я могу сказать, что литровые, специально подготовленные, то есть они в химлаборатории специальным образом моются, подготавливаются, то есть и перед тем, как провода там окончательно будет помещена, они прополаскиваются этой же водой, которую мы берем несколько раз, ровно как порошечка, и уже потом закрываются и транспортируются в лабораторию. Ну, водичка холодная, так что приятно льется из озера. Чувствуете свою сопричастность к науке? Ну, в принципе, да, я не первую пробу воды отбираю. И вот у нас в основном была ориентация на северо-запад России, в этом году у нас прибавились участники из Москвы, в прошлый раз их не было, и, что, собственно говоря, вообще замечательно, приехал человек из Челябинской области, из города МИАС, дело в том, что там тоже, в Челябинской области, активно изучают озера, такие же лиминологические работы проводят. Ну, в общем-то, для нового опыта, для сравнения того, как это сделают там и как это сделают здесь, вот человек приехал. Тема, например, моей научной работы, я занимаюсь зоной смешения морских и речных вод, ну, а школа полярных лиминологов добавит мне опыта в дальнейшем изучении этой темы, вот, и изучение озер также, я думаю, поможет как-то разобраться в изучении рек и зоны смешения непосредственно. Измерим, его нужно включить, вот, он должен поймать спутники, но я уже предварительно его включил, поэтому он уже готов к работе. Для этого обычно нужно какое-то время, вот, он ищет спутники, можете помнить, потому что вот изображение, не очень хорошо видно, конечно. А спутники зачем он ищет? Он фиксирует точку, куда мы его погружаем, и сразу, когда сбрасываешь, там есть место на карте, и сразу все графики он привязывает к этой точке. Сколько здесь, за какое время накопилось? Ну, я думаю, что порядка 200 влев, где-то 200-250 влев, в связи с того, что у нас скорость осадка накопления порядка 1 мм. Вот, да, то есть 20-25 сантиметров, 200-250 влев. А что такая вот разница в соистосе идет, что она обозначает? Ну, во-первых, ну, изменяются условия, во-первых. А во-вторых, по мере того, как новые слои откладываются, изменяется также геохимическая обстановка, изменяется величие НПАЖ, ЕАЖ. А от этого, ну, допустим, более темные осадки, они могут говорить о том, что восстановительная обстановка там. Допустим, у марганца он приобретает такой черный цвет. Мы планируем провести в следующий раз летнюю школу. И, надеюсь, получится это сделать уже в следующем году, то есть также на иммандре, также на базе, в июне или в июле, когда здесь будет полярный день, открытая вода. Это, конечно, будет совсем другие условия. Это все, весь отбор будет на лодках, хотя теоретические занятия, в принципе, такие же будут, но я думаю, что это будет также интересно. Школа заполярных лимнологов – это не только проба воды, грунта, какие-то лекции, это еще, на самом деле, такая практическая работа по выпиливанию льда, по его сверлению. Ну и, конечно же, общение, которое дает новые знакомства, связи, знания. В общем, это замечательная вещь, которая нужна нам и будет проводиться регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова